Всем привет! Сегодня у нас на улице чуть прохладнее, поэтому я уже не в футболочке, а в кофточке. Всё в той же одежде для работы. Нужно будет сегодня продолжать докрашивать стойки навеса. Покажу вам, сколько мы вчера успели. И ещё папа будет заниматься, насколько я знаю, перепахивать оставшуюся землю под посадки, под рассаду. Всё это сегодня я вам покажу, как пройдёт наш день. Так что не забывайте перед просмотром ставить лайки и после просмотра писать комментарии. Потом здесь можно подоконник будет постелить. Обязательно даже сразу, чтобы не накапало. Там тряпка есть вот около заборчика, около вишни. Виси, принеси, я буду постелить. Вот он, фронт работы, баночка с краской, кисточка. Сегодня будем в огороде. Первым делом буду пахать под посадку помидор. Помидоры, да, Ирина? Да. Ага, вот там спошу участочек. Вот, Ирина с Сюшей посадит у нас помидоры. А потом буду косить траву мотокосой, потому что уже травы море. Вот, её надо всё уже скашивать. Вот этим будем сегодня заниматься в огороде. Здесь поставили новые бочки с водой. Сейчас культиватору тяжело проехать. Вот сейчас папа думает, как его протащить. Бочки никуда двигать-то и не хотим. Потому что здесь место, что вода как раз текает в них. И они сейчас наполнены и тяжело. После дождя наполнены. Придётся вот так перетаскивать. Ну, протащили. Получилось. Ой, всё, надо, наверное, траву-то подкрепить не очень. Это траву-то не подрублю. Потому что трава такая высокая там вывезла. Ну, девушка просто маленькая. Да, жарко стало. Она только на бочку. Это, наверное, очень маленькая. Стоит на бочке. Это трава. Конечно, нет. Это трава проехали. Да. Да. Какая-то, какая-то вена. Получилось всё. Это трава-то в завтра. Но я не смогу. Ну, чёрно-то не-то. Интервенчик-то. Вanca, выкладывали к stake. Я уже залезла красить и вспомнила, что забыла надеть Куток, исправляюсь и продолжаю Близко, они начинают вот здесь, на дорогу и будут мешать Смотри, кормлю собаку щавелем Да не ест она его Чего прям в рот-то так впихивать, она не ест Малышка ест, вон бежит за щавелем А малышка ест щавель, так ты дай хоть не такой, Серёжа ей Не такой, дай хоть мягонь Скажи, я сама возьму, возьму его Я смотрю, она подходит, щавель ест Я говорю, вот нормально Он такой, потому что здесь мешать будет ходить А там мы вскопаем туда, получается, сейчас уже не будем папу просить И здесь посадим туда перец Потому что здесь самое нормальное место, здесь вон так широко Вот, широкая грядочка маленькая Я думаю, ты уйдёшь, а ты видишь, как-то сразу уехал туда и всё Я уже не стала теперь Как я попрямую, шёл Ну да, ладно Ну вот, наверное, мы сейчас этот ряд пока займём Вот здесь посадим По идее здесь можно, можно этот ряд, посмотрим сейчас И так Как так дан, нет? Как так? Продолжение следует... 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 Сейчас таличку только распыдают изверху. Светлышим, да, было? Да. Ходишь, посмотришь, Ориновского здесь не оказалось. За пару дней, значит, всё раскупили. Вот так вот. А то сейчас с другой съездим в магазин. Ну вот, прокат делали немного, да? Проти. Да, травы везде много. Это, по колено выросли, да, везде? Везде не покошено. Да. 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 В итоге купили мороженое по 72 рубля. Ну, мы в сам посёлок едем. Угу. А леску-то купили? Да. Самое главное. Ну, нам нравится по нарушению. Угу. Самое лучшее. Угу. Самое лучшее. 100 граммовое подорожало очень сильно. Вот такие вот у нас помидорчики уже, рассада огромная. У нас здесь получилось в этой партии 16 кустиков. Нет, Ксюша, я добавила, потому что я делала ряд 22, ну, 22 кустика, поэтому я ещё добавила сюда. Угу. Угу. Такие хорошенькие. А мне больше всего, знаешь, что нравится, какой запах у них, вот помидорный. Пап. Ой, какой помидорами пахнет. Это вот столько получилось, пока травы будет ещё, потому что папа не до конца докосил перед домом, но уже много, мама, тележек. Сколько навозила? Шесть уже. Шесть тележек с травой. Эта трава пойдёт как мульча для помидорок. Придётся накрывать ящиками, а что делать? Наша охрана новая, всё истопчет. Да, как-то боимся, что… Это жалко, для трудов потом просто жалко будет, если мы так оставим. Почему сломает? Потому что там навоз, и они ходят, его таскают. Вот, поэтому надо как-то обезопасить хотя бы вот временно, первое время. Мишка убежала, а то сейчас запомнит. Я хотела по сортам посмотреть. Какие-то я позднее садила, какие-то пораньше. Ну, значит, надо будет потом смотреть, если вот выросли, которые не такие большие, значит, их рано не надо садить. Помидор. А какой сорт? Наверное, местный. Местный, да. Надо, наверное, сейчас этот листочек записать всё, чтобы не забыть потом. Я просто хочу их по сортам разделить, чтобы сразу рядышком одного сорта все росли. Потому что какие-то не всходили, и мы в эти стаканчики другие сорта садили. Значит, это всё пока местное, да? Ну, так их опасно, ветром сейчас упадёт и сломает, я боюсь. Как-то здесь её бычет, вот видишь, как? Вот так. Ветром жалко будет. Ну, значит, придётся, знаешь, как брать по одному, по одному брать, доставать, смотреть, и потом уже это только так. А как видишь, ветер какой-то. Ветром всё сейчас сломает. Ладно, зря. Там сразу буду по одному. Очень удобно, когда вот раз, стаканчик. А здесь мы поставим, да? Чтобы он был названием как запомнить. Я всё-таки переоделась, потому что стало очень жарко. Вот. Вот утром был прохладный ветер, и я работала плюс в тени, а сейчас самое то, поэтому я в футболке. Нам обещали пасмурную погоду. О да, какая пасмурная погода. Жарко, жарко, можно загореть вообще на раз и два. Потому что я пару дней назад загорела, вот так вот, когда ходила в топике коротком. У меня прям красные-красные плечи. Но они не так сильно болят, но немножко подрумянила я свою кожу, это точно. Попробовал косить вот такой леской. Это которую мы купили, получается? Да, которую мы купили за 7 рублей, за метр. Она и стоит 7 рублей. Рвется сразу, быстро, надолго ее вообще не хватает. Сейчас попробую с тросиком, как посоветовали. А вот такая, ну это слабенькая, это очень тонкую траву, если где-то косить, может пойдет. Хотя вроде сейчас трава тоже такая сочная, мягкая должна быть. Но все равно попадаются камни, да что она рвется быстро. Сейчас попробую вот такой леской. Она внутри с тросиком. Посмотрим, что она из себя даст. Везде косят, слышно. В поселке, да? Сейчас будем заряжать эту леску. Попробую, как она пойдет. Ставится пружина. И верхний кожух. Вот такая катушка заряжается. Делается одинаковое количество. Количество, а длина, да? И теперь вот так она наматывается. Я, кстати, никогда не видела, не смотрела, как ты это делаешь. Ну, это катушка полуавтомат. Вот, все, катушка заряжена. Можно косить. Может быть, их вот так перевернуть? Как думаешь, куда водичка наберется, а из дырочки водичка выйдет? Название вверху будет видно. Это так временно же, не это. Видео. Пока. Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь, когда папа всё скосил... Вот так вот выглядит территория придомовая... Сразу так чистенько, красивенько... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...